Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с интересными людьми. Мишель Морган, урожденная Симона Рене Руссель, французская актриса театра и кино, легенда французского кинематографа, обладательница премии Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль 1946 года, почетных премий Сезар 1992 год и Золотой лев 1996 за выдающиеся заслуги в кинематографе, владелица именной звезды на Голливудской аллее славы. Наибольшую известность актрисе принесла главная роль в кинофильме «Набережная Тумана» в 1938 год режиссера Марселя Карне. Появилась на свет 29 февраля 1920 года. Будущая звезда французского кино провела свои детские годы в городе Нью-Ис-Юр-Сен, пригорода Парижа во Франции. Отец был переводчиком, мать посвятила себя воспитанию пятерых детей, которые воспитывались в строгих тоталических правилах и традициях. В возрасте 15 лет Мишель Морген уехала из дома в Париж, чтобы стать актрисой. В 1936 году поступила в Национальную консерваторию драматического искусства. Окончила драматические курсы актерского мастерства, основанные Рене Симоном. В 17 лет стала получать первые роли в кино. В хвалебных статьях критики отмечали ее изысканность и утонченность, и именовали ее юной Гретой Гарб. Всемирную славу актрисе принесла роль Нелли в фильме «Набережные туманов» режиссера Марселя Карне, где она снималась вместе с Жаном Габеном. Впоследствии Морган снималась вместе с Габеном в фильме «Коралловый риф» режиссера Морриса Глейза, «Буксиры» режиссера Жанна Гремьона, «Минуты истины» режиссера Жанна Делануа. После того, как началась Вторая мировая война, и Германия оккупировала Францию, Мишель Морган переехала в США. Некоторое время актриса работала в Голливуде, однако без особого успеха. После освобождения Парижа актриса вернулась во Францию, где снискала оглушительный успех. Ей особенно удавались роли в экранизациях литературных произведений. Она продемонстрировала тонкое чувство меры и стиля, отличное знание истории, умение вписаться в разные исторические эпохи. Я зачитываю Википедию. Снималась в фильмах вместе со многими великими французскими актерами, такими как Жан Габен, Жерар Филипп, Жан Море, Ив Монтан, Жан Луи Третиньян и другими. Мишель Морган – одна из немногих актрис старшего поколения, которых снимали своих фильмов французские кинорежиссеры «Новой волны», Клод Шаброль, Клод Лелуш, Джузеппе Торнаторе. 8 февраля 1960 года открыта именная звезда и актрисы на Голливудской арее «Славы». В 1971-м Мишель Морган возглавляла жюри 24-го Каннского кинофестиваля. В 1972-м была избрана прототипом национального символа Франции – Марианны. В 1977-м опубликовала автобиографию под названием «С этими глазами». Во Франции Мишель Морган пользовалась всеобщим признанием, как одна из величайших актрис за всю историю французского кинематографа. Из всех фильмов, указанных в фильмографии актрисы, а их более 60-ти, в советском прокате демонстрировались «Набережная Туманов» 1938 года, «Большие маневры» 1955 года и «Двустворчатое зеркало», другое название – «Призрачное счастье» 1958 года. После прекращения кинокарьеры Мишель Морган продолжала играть в театре, увлеклась живописью. 1 января 2014-го удостоена высокого звания «Кавалера Большого Креста Ордена Почетного Легиона». Президент Франции Франсуа Аллант назвал Мишель Морган «воплощением элегантности, грации, легенды для многих поколений». Кинорежиссер Клод Лелуш сказал, что на протяжении полувека Морган была главной актрисой французского кино и навсегда останется звездой предвоенной, военной и послевоенной эпохи. По словам Бриджит Бордо, Мишель Морган унесла с собой великолепие эпохи королевой, которой она была. Трижды была замужем, впервые за Уильямом Маршалом. Это американский певец, актер и плейбой. Затем за киноактером Анри Видален. Ее второй брак, заключенный в 1950 году, был омрачен наркозависимостью Анри и закончился его смертью в 1959. Во время съемок «Твусторчатое зеркало» в 1958 году Мишель Морган встретила французского актера, режиссера и сценариста Жерара Ури, с которым прожила в счастливом гражданском браке более 45 лет. После смерти ее сына, а затем и спутника жизни Жерара Ури, Мишель Морган постепенно пропала с экранов, из красных дорожек. Как она стала вести уединенный образ жизни, изредка, общаясь только с близкими родственниками, предпочитала смотреть телевизор или заниматься живописью, которая была ее большой страстью. Во Франции был выведен сорт Рос, посвященный актрисе. В тот день, когда актриса закончила свой земной путь, все газеты написали о том, что самые красивые глаза в мире закрылись навсегда. Это случилось 20 декабря 2016 года. Эти глаза с экрана смотрят мне в самое сердце и открывают, словно в душу свою мне дверцы. Эти глаза с экрана смотрят так ласково и нежно, я, утопая во взгляде, пытаясь спастись безуспешно. Эти глаза с экрана смотрят так дерзко и страстно, под чарами их оказаться очень легко и опасно. Эти глаза с экрана смотрят в мои непрерывно, словно к какой-то тайной связаны мы неразрывно. Стихотворение посвящается Мишель Морган, автор «Дай и тепло». Пока-пока, до свидания. Немного узнали о Мишель Морган, французской актрисе театра и кино, легенде французского кинематографа. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok